Здравствуйте дорогие друзья! Опять мы с вами находимся на сайте Алиэкспресс. Посмотрите какой красивый сегодня будет чай на обзоре. Называется этот чай Джин Джун Мэй или в переводе с китайского золотые брови. Делают его в провинции Фудзянь. Это такой можно сказать аналог юннаньского Дианхонга. То есть юннане такой чай как бы называется Дианхонг. То есть юннанский красный чай это чай с почками. То есть то что вот видите золотистое это чайные почки. А в Фудзяне делают чай Джин Джун Мэй. Значит я уже в принципе делал обзоры и на юннанский чай и на фудзянский. Как мне показалось отличие фудзянского красного чая от юннанского в том что на Фудзяне его поджаривают. Так он так с дымком такой чаек. А в Юнане такой более натуральный. Ну не знаю мне например фудзянский как-то запомнился. Он такой достаточно интересный. Там делают большой красный халат. Да все они коптят. Лапсанг сушен. Вот показывают какие почечки отбираются. То есть самые такие верхние листочки. Все это тяжелый ручной труд. Ну и стоит он соответственно довольно таки дорого. За килограмм 3774 рубля. Значит в долларах США это 51,5 американский доллар. Значит у меня как-то был обзор такого чая. И разгорелся спор что этому не настоящий Джин Джун Мэй. Настоящий он состоит только из одних вот чайных почек. Вот видите здесь тоже Джин Джун Мэй. Но он вообще весь золотой. Стоит он соответственно раза в два дороже. Но это будет один мед мед мед. Ну как вам сказать. В принципе вот эти вот листочки они тоже. Как бы какую-то харизму свою дают. И мне вот чисто из одних только почек не особо нравится. Но это дело вкуса. Поэтому значит я закажу вот такой вот чаек. Тут как бы почки и чайные листья. Ну так вот значит по поводу дискуссии. В общем в конце концов сошлись мы там на мнении. Что значит ну существуют разные сорта Джин Джун Мэй. И есть как бы с большим содержанием чайных почек. И есть с меньшим. В общем кому как нравится. Уи. Это горный такой. Ну горам Уи. Провинция Фудзянь. Там же делают большой красный халат. Дата производства 2021 год. Вот как бы вкратце информация такая. Ну если что-то еще про этот чай интересное найду. Именно про этот сорт. Тут какой-то горный маунтэн Тонгму Гуан. В общем если что найду расскажу. Короче заказываю килограмм. Ну и будем ждать. A few moments later. Итак прибыла посылочка. В пути она находилась ровно три недели. Про упаковку рассказывать особо нечего. Как бы в магазине упаковка представляет из себя пластиковый пакет. А здесь прислали пакет бумажный. Никакой информации кроме того что чай этот изготовлен в сентябре 2021 года. На упаковке нет. Вот так вот. Два пакета по пол килограмма. Ну давайте перейдем на кухню и попробуем. Это лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Итак. Значит что можно сказать про данный чай. Вот видите сентябрь 2021 года. Ну я назвал его Джин Джун Мэй. Если вы в интернете прогуглите. Можете найти такие его названия как Джин Джун Мэй. Золотые брови. На самом деле это один из наиболее таких харизматичных. Дорогостоящих китайских чаев. С очень ярким вкусом. Забыл сказать что впервые он был произведен в 2005 году. Довольно таки известным в провинции Фудзянь. Чайным мастером Дзяном Юан Сюнем. И для его производства используется исключительно ручной труд. То есть все эти почечки собираются специально обученными. Мастерами. То есть машинный метод здесь не подходит. Труд очень трудоемкий, кропотливый. Как на этапе сбора материала, так и в процессе изготовления. Вот. Ну я уже говорил что чай представляет из себя такой фудзянский вариант юнанского красного чая Диан Хонг. Но со своей спецификой. То есть вот столько я вожу. Видите. Где-то половинку. В принципе будет достаточно. Вот. Что касается воды. Важный момент. Значит нельзя его заваривать кипятком. Ну если подробнее хотите про воду для чая посмотреть. У меня есть специальное видео. Вода для чая. Там как бы все тонкости значит про воду рассказано. Ну вкратце если говорить заваривайте вот этот чай слегка подостывший водой где-то 80 градусов. Иначе вы не почувствуете всю силу и мощь аромата этого чая. Так вот значит главное его отличие от Диан Хонга это такая небольшая дымность. Такая чувствуется костровый дым. Вот. В остальном чай очень похожи. И как бы в зависимости от сорта там больше или меньше почек кладут. Ну вот я для себя решил что в принципе листья они тоже важны. Тоже свою как бы харизму такую добавляют. То есть я пил и чай абсолютно из одних только почек. И все таки вот для себя решил что такое вот сочетание листьев и почек оно как бы более интересное. Более вкусное. А значит что я вам хочу сказать про как бы этот чай. Вот именно данный конкретный. Это очень мне понравился. То есть удачная покупка. Могу вам порекомендовать данного продавца. Вкус у данного чая очень мягкий, ароматный. Такой карамельно-медово-цветочный. С нотками сухофруктов, какао. Немножко совсем чувствуется дымок от костра. В общем лучше не бывает. И очень такое продолжительное карамельное, карамельно-медовое послевкусие. Чай выдерживает четыре очень мощных ароматных пролива. Никаких минусов абсолютно у данного чая я не нашел. То есть идеальный чай. Вот если сравнивать как бы фотографии продавца, который продает в магазине чай и как бы в реальной жизни, то на фото там гораздо больше вот этих вот золотистых почек, чем в реальности. Но на самом деле, ну по моему вкусу, вот сочетание просто идеальное. Тут ни больше ни меньше. Я бы не хотел даже, чтобы тут больше было почек. Такой божественный медово-цветочный аромат с небольшим дымком. Мне он нравится даже больше, чем юнанский чай. Значит я сначала попробовал Диан Хонг, потом открыл для себя вот такой вот фудзянский вариант золотые брови. Значит отработанная заварка. Сейчас я вам покажу на балконе. Ну такая, не знаю, камера передает слегка красноватого цвета. Вот пахнет медом, сухофруктами, какао. Вот, ну лично мой это, можно сказать, любимый вариант красного китайского чая. Постоянно я его заказываю. И хотя я уже делал обзор на Джин Джун Мэй, да, или Цинь Джун Мэй, но периодически повторяю. Значит по эффекту сильно очень бодрит, улучшает настроение. То есть вообще как бы в чайных почках содержится больше кофеина, чем в листьях. Поэтому бодрит он сильнее, чем обычный листовой чай. Вот, плюс к тому такой просто шедевральный медово-цветочный аромат. Сам по себе улучшает настроение. Вот, видите как продавец его тут обрисовал. Ну, в реальности он чуть-чуть побольше листьев. Ну, на мой вкус великолепен. Так что рекомендую вам данного продавца. Получите огромное удовольствие от чая. Вот, ну если хотите более подробно, обзор я опубликую его в виде статьи в своей группе ВКонтакте. Переходите по ссылке в описании. Ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на канал. Спасибо всем за просмотр. Чай просто бомба. Всем пока.